Жить здесь можно. Такое заявление прозвучало сегодня на собрании представителей исполкома с жителями 53-28. Напомню, в минувшее воскресенье в этом доме прогремел взрыв, а затем начался пожар. Прошла целая рабочая неделя. Что уже было сделано, каковы последствия и с чего все началось. А также новые подробности в воспоминаниях очевидцев и пострадавших. Об этом прямо сейчас. Сигнал о ЧП 10 июля в службу МЧС поступил в 12.24. Звонившие сообщили о взрыве во втором подъезде дома 53-28 и вспыхнувшем пожаре, который из квартиры на втором этаже начал стремительно распространяться по остальным. Газинур Салахиев находился практически в эпицентре взрыва. От злополучной квартиры его отделяла лишь стена. Сегодня, спустя пять дней, он подробно рассказал нам о том, что происходило в первые мгновения катастрофы. У меня большой спальник сразу ушел вниз, с той стороны. Я в третьем этаже, во втором же был взрыв. Внучки с женой маленькие в спальне, вот в углу там, спать уложил, зашли. Это время все, весь кровать вверх ногами перевернул, их зажатые оставил. А мне в зале выбросил в сторону. Вообще угол я оказался и в сознании потерял. Вот все черепы у меня сзади трещины сказали. Три шага шагнули и пол ушел вниз. И сразу огонь нам поднялся на третий этаж. Мгновенно все начало гореть. Ладно, вот минуты две и ушли мы тоже вниз. Многие, глядя на последствия, до сих пор удивляются, что обошлось без жертв и почти без пострадавших. Прибывшие в считанные минуты спасатели тут же приняли решение об эвакуации всего подъезда. А это, как оказалось, 104 человека. Большую часть жителей второго подъезда в тот же день поселили в гостинице «КамАЗ», где они проживают и по сей день. Что касается причин взрыва, то они до сих пор не установлены. Версии обывателей об установщиках натяжных потолков или перепланировки с переносом газовой плиты не подтвердились. Из объяснений хозяев следует, что в пятницу, 8 июля, примерно в 18 часов, они выехали из дома за город. До отъезда в квартире ничего не готовили, газовую плиту не включали. Перед отъездом все газовое оборудование было проверено. Перенос газовых труб, газового оборудования не осуществляли. Все находилось в своих местах согласно проектного решения. К слову, хозяев с детонировавшей квартиры у дома 53-28 соседи больше не видели. Общие собрания они не посещали, потому переговорить с ними никому из журналистов пока не удалось. Тем временем работы по разбору завалов, а потом и восстановительные, шли практически непрерывно всю неделю. От городских властей курируют процесс, недавно назначенный первым замом руководителя исполкома Владислав Гаврилов. Визуально посмотрели, угрозы никакой нету. Сейчас инструментальное измерение будет данного дома. Будет следить потом, установит датчики, посмотрит, какое может пойти разрушительное действие. Потому что жить можно в этом доме, никаких проблем нет. Однако бумажного подтверждения этих слов в виде результатов экспертизы сегодня народу, который уж боится возвращаться домой, так и не предъявили. Экспертиза пока проводится. Потому что завалы сначала убирали. Самые характерные места были закрыты. Вот их убрали, теперь мы полностью дефектуем. До этого самые характерные места, где могли быть трещины, деформации, мы их прошли. Все три этажа вниз ушли они. А уже спальня, уже боковые стены, уже сера уже не открыты были. Сегодня уже больше метра вниз начали опускаться. Как там это страшно? Не знаю, как они хотят людей туда заселить. Четвертый этаж, потолок там весь треснутый, висит тоже. На меня рухнет, что ли я? Тем не менее, останавливать идущий тут ремонт пока никто не собирается. В целом за пять дней рабочие успели сделать немало. Начиная с разбора завалов, укреплений несущих стен, заканчивая остеклением окон и покраской фасада. Общий ущерб пока не называется. Но сами жильцы, отходящие от первого шока, уже подсчитывают убытки. Кто-то потерял не только в деньгах, но и сами деньги. Сгоревшие купюры даже дочку не отдали. Там охрана около 70 тысяч, потому что дочку хотели на юг съездить. Ей показали, вот, говорит, пакеты, они полусгоревшие. Сейчас, говорит, ты, говорит, выйдешь, другой, говорит, зайдет. У меня там деньги-то сгорело. И не отдали. Впереди выходные, но жильцам 53-28 сейчас не до отдыха. При том, что сами они в данный момент никак на ситуацию повлиять не могут. Ландыш Капранов, Альнар Мустафин, РЕН-ТВ, Набережные Челны.